Спонсор сегодняшнего выпуска утилита RecOrganizer. Она поможет освободить ресурсы компьютера для увеличения производительности Windows в играх и других программах. Если ваш компьютер медленно работает, тормозит, зависает, а обычный циклинер не дает никакого результата, то эта программа точно для вас. С помощью этой программы можно удалять ненужные программы и автоматически искать хвосты, которые остаются после обычного удаления. Следить за временем загрузки Windows на диаграмме и контролировать автоматически запускаемые программы в одном окне. Освобождать место на системном диске путем удаления ненужной информации, предыдущих версий Windows, ненужных драйверов, устаревших обновлений системы и других ненужных файлов. Также утилита имеет ряд продвинутых функций для редактирования реестра, создания и сравнения снимков реестра и возможности тонкой настройки системы. Если вы хотите, чтобы ваш компьютер работал быстро с максимальной отдачей, то необходимо не только свое время начать его от пыли и менять термопасту, но и следить за тем, чтобы в самой системе не было ненужных процессов и достаточно свободного места на системном диске. Ссылка на программу в описании. Если при заказе вы введете промокод MADYMURK2018, то получите еще и скидку. Всем спасибо за внимание и давайте смотреть видео. Всем привет дорогие друзья и сегодня долгожданное для многих из вас видео. Для тех, кто подписывался на мой канал еще давно, когда я в основном занимался сборками компьютеров до 500-1000 рублей. Сегодня у нас видео о перекупе компьютеров, о барыжничестве на Авито и вообще то есть о покупке старого хлама под восстановление и под дальнейшую перепродажу. Что ж, в этот раз мне достался вот такой вот компьютер за 500 рублей, я его смог урвать, так сказать. Почему вот эта хрень стоит 500 рублей мы сейчас увидим, но пока я хотел бы начать с внешнего вида этого компьютера. Был приобретен системный блок вот такой и еще вместе с ним дали два блока питания. Ну, как сказал хозяин, с ними что-то не так. В общем, два блока питания с этим компьютером мне досталось. И, собственно, вот этот ящик немножечко разукомплектованный. Начнем с внешнего вида. Очень грязный. Здесь наклейка Intel Pentium 4 Inside HT, гипертрейдинг, но частично оторвана и HT буковки оторваны, поэтому их нет. Какой-то скотч имеется на передней морде, обычный бумажный скотч, MSI логотип, два флоппи-привода. Понимаете, человек, видимо, занимался перепиской дискет, он переписывал с одной на вторую дискету. В общем, два флоппи-привода. Что еще немаловажно? Две черные заглушки. Они как бы вообще здесь не в цвет, не в тему, но это добавляет контрастности данному компьютеру. Две черные заглушки и черный DVD-пишущий, DVD-LV, привод. Вот такой, IDS, что самое важное, потому что у меня в основном в обиходе востребованы IDE-привода черного цвета. В общем, очень тяжелый гров, из хорошей стали выкидывать этот корпус или что-то с ним делать я не буду. Дождусь весны и покрашу его в черный, потому что корпус очень качественный. Я такой корпус уже перекрашивал. Не знаю, может быть сейчас вылезет видео по аннотации, может я забуду вставить. В общем, я перекрашивал точно такой же корпус, получилась конфетка. Мне очень понравился. Очень тяжелый, килограмма 4 весит корпус один. Но нас с вами же интересует, что внутри этого компьютера, а не просто его внешний вид. В общем, здесь все удручающе выглядит. Но когда я увидел внутряночку этого компьютера, я сразу понял, что стоит потратить эти 500 рублей, даже если частично что-то не работает. Давайте, момент истины. Та-дам! Такс! Друзья, я сяду к вам поближе. Не знаю, получится ли у меня смотреть в камеру. В общем, здесь у нас, смотрите, это 7.75 сокет. Это вам не какой-нибудь четвертый пень. Ладно, там стоит четвертый пень с гипертрейдингом. На самом деле, там стоит четвертый пень с гипертрейдингом. Но, что досталось с этим компьютером, посмотрим позже. А сейчас просто давайте взглянем на внутряночку этого компьютера. Здесь у нас стоит карта расширения 1399. Видите ли, как-то так. В общем, FireWire разъемы. Я им никогда не пользовался. Я не застал этот период времени, когда какие-то устройства подключались по этому высокоскоростному порту. Эту карту расширения мы отсюда выбросим. Здесь у нас имеется два слота PCI. PCI-Express полноценный и PCI-Express 1X у нас имеется. Оперативную память я вставил свою для теста, для включения этого компьютера. Я ее вытащу, так как ее не было. Это китайская память на 2 гигабайта. Я ее для тестирования вставлял. У нас вот такой помятый, да, помятый, немножечко весь такой замятый кулер Zalman. Очень хорошие кулеры в свое время делали. Очень симпатично выглядит. Тут вот пылюги набилось, наверное. Целая шуба. Я не могу достать, в общем. О, норм, норм, да, вот так вот. В общем, собственно, вот такая вот нутрианка. Здесь стоит Pentium 4 Hyper Trading. 3,0 ГГц. Два слота DDR2 памяти. Максимально заявленная поддержка оперативной памяти данной материнской платы 2 ГБ. Это на официальном сайте написано. Также на официальном сайте написано, что максимальная частота процессоров, шины процессора 1066 МГц. А что это означает? Это означает, что мы сможем засунуть сюда Core 2 Duo. Даже какой-нибудь топовый, например, 6600 или какой-нибудь подобного плана. Потому что материнская плата это сделать позволяет. Не знаю, как на практике, но в теории, вот сейчас вы видите, наверное, скрин на своих экранах. В теории эта материнская плата должна работать с многоядерными процессорами. В общем, но Core 2 Quad у нее не заявлено в поддержке. То есть только Core 2 Duo. Что еще? Здесь у нас боковой вентилятор. Это, наверное, 60 на 60, но у него есть одна проблема. Смотрите. Он немножечко устал. Немножечко устал работать наш вентилятор. Это все в таком виде мне досталось. Вы уже догадывали, наверное, что здесь не хватает. Здесь не хватает видеокарты. Здесь не хватает оперативной памяти и жесткого диска. То есть вот это все мне придется сюда доукомплектовать для того, чтобы этот компьютер продать. И для того, чтобы его собрать, и он был рабочий. Здесь стоит блок питания ISO на 400 Вт. Ни разу не вскрывавшийся. Здесь просто кто-то задел вот эту наклейку, но не вскрывал. Да, и вторая пломба тоже, он на пломбах. Блок питания ни разу не вскрывался. Наверное, стоял здесь с момента сборки этого ПК. Также нам в подарок идет заглушка от корпуса Депо с наклейкой. Ненавижу отдирать вот эти наклейки. Похабные. Шлейф флопика. Это вот человек записывал что-то на два флопика. И, в принципе, все. Что мы будем делать с этим компьютером? Нет, подождите, забыл сказать самую смешную вещь. Посмотрите, как реализована задняя панель на этом компьютере. Если вы не знаете, что такое мясо, то мясо вот оно. USB не совпадает, ничего. Можно руку порезать, ничего не вставишь. VGA не вставишь. Я не смог вставить, мне пришлось карту подкидывать. Я на интегрированной графике не смог вставить. Смотрите, здесь мешает железо. Сюда не воткнешь просто VGA кабель. USB тоже не воткнешь. Клавиатуру и мышь тоже не воткнешь. Я не знаю, как этим пользовались, если честно. Но я его приобрел вот в таком вот состоянии. В общем-то, может быть, его собрали и так им не пользуются. А, нет, это Dialab модем, ребят. Блин, я ошибся даже. Смотрите, это Dialab модем, жопа какая. Кто же таким пользуется-то в современном мире? Это, наверное, этот с Ростова, чувак, ставит, укомплектовывает свои сборки. Ладно, что ж. Что мы будем делать сегодня с этим компьютером? Я уже подготовил. Я уже подготовил корпус для этого ПК. Мы будем собирать все в черный приемлемый корпус. Для чего собираться будет сегодняшняя машинка? У меня уже есть заказ на компьютер. Мне нужно собрать компьютер, который будет работать как Smart TV. На старом телевизоре, где нет никаких мозгов, так сказать, по-простому, где нет никакой оболочки, нужно пользоваться интернетом. А именно, серфить YouTube, смотреть там фильмы, сериалы. И нужна печатная машинка до 2000 рублей, способная вытягивать 720p онлайн. То есть, естественно, 478-й я предложить не могу, 939-й я тоже предложить не могу. А вот Core 2 Duo на такой материнской плате, в принципе, зайдет человеку. Что нам нужно? Нам нужна любая видеокарта с HDMI, это условие, и не менее 2 гигабайт оперативной памяти DDR2. Без разницы какой. В общем-то, нам нужно это все перебрать. Сейчас я покажу вам, в какой корпус это все будет собираться. А собираться это все будет вот в такой вот черный, строгого цвета, вообще строгий корпус DEPO фирменный. Коих у меня было много, осталось всего 4, по-моему, вот один из них. У него нет вот этой единственной заглушки нижней, здесь должна быть панель такая. Она открывается от нажатия на нее, но ее нет, ладно. И также здесь есть ссадина с одного боку. А их мы, наверное, подкрасим, либо поменяем крышку. У меня в запасе есть еще лишние DEPO-вские крышки. Вот, так что можно либо поменять крышку, либо подкрасить ее маркером. Чем, кстати, кто-то уже и занимался. Вот здесь пытались подкрасить, заметьте. Сейчас я даже приближу. Кто-то этот корпус пытался подкрашивать. Это не я был, ребят. Вот, видите, черное такое пятно. Так что, будем собирать вот в этот DEPO. Он достаточно вместительный, хорошо продуваемый. Ну и в целом, самый обычный черный корпус. Крышку, наверное, все же заменить придется. Вот такой DEPO-вский корпус. Самый обычный и лучший, явно лучший любого покупного за 900 рублей в магазине. Потому что он качественный, из твердой стали. Что, друзья, надо разобрать этот белый компьютер, выпотрошить его. Все комплектующие с ним остаются. Давайте положим их на стол и уже будем смотреть, что к чему. Ну что, ребятки, скрыл я, снял, вернее, комплектующие все вот эти. Очень многие спрашивают вам на многих моих сборках, что за материнки. Вот, я сейчас покажу. P4 M9 MP LE. LF, извините, LF. Это ревизия 2.0. Вот такая мать. Что, собственно. Здесь я заметил один пробитый кем-то. Зачем-то хрен его знает электролит. Видно подтеки кислоты на нем. Вот здесь, с этой стороны. Не знаю, зачем так его уродовали. Давайте проверим на следы пайки эту мать. Нет, здесь ничего никогда не паялось. Это видно. Ну, либо это сделано ювелирным способом. Пайка была произведена. Также здесь одна особенность. Материнка была в изогнутом состоянии все это время. Потому что, видите, какое перекосило, короче. Потому что вот тут болт этот выпирал, собственно. Его кто-то пытался откусить. Вот, он выпирал здесь. И вот так вот материнку. Вы поняли, в общем, ребят, вы поняли. Он ее изгибал вот так вот, в такое вот состояние. Надо скрутить эту площадку, в общем. Всю вот эту вот. Этот кулер, в принципе, я думаю, можно вообще сюда не ставить. Кор 2.0. Они такие горячие, чтобы пользоваться таким залмановским кулером. Это можно и себе, как трофеечка, оставить под Xeon в будущем. В общем. Ох, сколько же там пасты-то. Ё-моё. Вот человек посмотрел мое видео по тому, что можно не жалеть пасту. И вот так вот от души нахреначь. Это наша любимая, всеми любимая КПТ-8, ребят. Ох, какой ужас-то, слушайте. Вот это я себе геморку пил, конечно, чтобы заработать копейки с него. Такс. Ну, собственно, надо вот эту площадку мне сейчас будет снять. Конденсатор перепаяем. Наверное, это 6-ти вольтовый, скорее всего, по 6-ти вольтовой линии. Где же его номинал? Так. Нет, это 16 вольт, 1800 микрофарад. У меня есть 16 вольт, 2200, по-моему. Поставлю 2200, ничего страшного с ним не будет. В общем, сейчас надо поискать кулерок. Вернее, ну, да, кулерок на процессор. Очистить ее, перепаять конденсатор вытекший, который, очевидно, что потек. Снять батарейку надо бы, да, при всех этих манипуляциях. А то, да, ребят, греха есть, за мной грех. Иногда я могу убить. Но я в плане не убивал никогда, слава богу. Но можно так с татикой убить и то, что под напряжением мать находится. Так что я прислушался к вашим советам. В общем, вот такая мать по комплектующим, что я вам хочу сказать. Во-первых, видеокарточка будет здесь вот такая, достаточно редкая. GT 9600GS. Это просто ребрендинг видеокарты. Это восьмая серия просто с... Ну, вот как сейчас происходит ребрендинг радионовских карт. Также у них не было... В NVIDIA нечего было выпускать новое. А выпускать нужно было. Они выпустили вот эту 9600. По-моему, это 8600 с заниженными частотами, что ли. Я читал на каком-то форуме. Можете погублить. В общем, это восьмая линейка, на самом деле. Она, по-моему, на 768 мегабайта, что в целых. Вот. И у нее есть самые важные наши условия. Про с других карт, сожди мой портом, у меня нет, ребят. Поэтому придется ставить вот эту в эту сборку. Далее. По оперативке. По оперативке, что я могу сказать? По оперативке решим. А вот заглушку, я думаю, найти среди заглушек, которые вы мне прислали, будет не трудно. Смотрите, здесь их штук 150. Любые заглушки, на любой вкус, абсолютно. Так что, вот так. Что, друзья? Сейчас перепаяю кондер. Все вымою, вычищу. И давайте посмотрим уже на готовый результат, как эта мутинская плата будет выглядеть. Итак, друзья, сложность на сложности с этим компьютером. Сейчас, сняв процессор Intel Pentium 4, напомню, компьютер включался. В принципе, добился он, работал. Я винду, конечно, на нем не запускал. Я перепаял кондер, во-первых. Во-вторых, решил снять, собственно, процессор. И смотрите, что в сокете. Это не есть хорошо. Одна нога замята. Очень сильно вот здесь. Нога замята. И здесь две ноги замяты. Хорошо не вырваны, не выломаны. Надо их сейчас будет нормально поставить. Да, вот такой вот компьютер под перепродажу. Видите? Друзья, с какими проблемами можно столкнуться? В общем, сейчас выправлю ноги. И я хочу попробовать поставить сюда процессор Core 2 Duo 6300. Он на шине 1066. 2 мегабайта кэша. 1,8 гигагерца. Просто вот такой бестолковый процесс у меня болтается двухъядерный. Вот его сюда и поставим. В общем, ребят, пожелайте мне удачи. Буду выравнивать ноги. Ну что, друзья, кит готов. Вот он у нас. Охлаждение вот такое алюминиевое, самое обычное. Вот конденсатор, как я уже говорил, перепаян. Ноги я выправил. И две планки памяти по 1 гигабайту. Это просто на них декоративные радиаторы. По сути, планки холодные. Просто кто-то их наклеил на них. И, собственно, вот такие две планочки. По-моему, 667 по 1 гигабайту. Нашел заглушку, подобрал подходящую. Она должна подходить, по крайней мере, исходя из моих расчетов. Вот. Просто здесь три отверстия останутся пустыми. В общем, вот этот кит готов. И решил я залезть в блок питания. Разумеется, проверить перед сборкой конденсатора и их состояние. И увидел вот такую вот неприятность. Собственно, вот два конденсатора. И им хана. Сейчас буду их паять. Эти два кондёра поменяю. Очищу весь блок. И можно собирать компьютер. Ну что, ребятки, блок питания. Поменяны конденсаторы в нём. Собственно, вентилятор с эмазом. Чтобы ничего не жужжало, не гудело. Но, в целом, остальное всё нормально. Я вычистил от пылюки весь хороший блок питания. Она сделана из компонентами, с кучей компонентов. То есть, минимум перемычек. Вот такой вот ИСовский блок питания на 400 Вт. Я лишил девственности его, сняв вот эту наклеечку. Ну, в общем, как-то так, ребят. Не буду ещё больше хронометража видео делать. Давайте вернёмся тогда, когда компьютер уже будет стоять на столе в собранном состоянии. И посмотрим, что у нас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, вот так вот сразу берём и переходим к тесту игр. Не плавно, а вот так резко. Это у нас игра CS GO. Ладно, шучу, это CS Source. Достаточно старая игра. И она у нас на высоких настройках при HD-разрешении экрана. Здесь мы видим в среднем от 40 до даже трёхзначных значений FPS. То есть, от 40 до 100-110 где-то так. При этом график фреймтайма не сказать, что какой-то рваный. Ну, более-менее. То есть, играть можно каких-то явных, серьёзных, диких фризов. И не проскакивает. Единственное, пару фризов бывает, как только начинается раунд, когда искусственный интеллект и боты, соответственно, начинают перемещаться по карте. Видеокарта вообще простаивает, напрягается только процессор. Игра умеет юзать больше одного ядра. Но всё же она любит высокую производительность на ядро, чего не хватает нашему 6300 Core 2D. Всего 1,8 ГГц его частота составляет. Поэтому вот такие вот фризы иногда проскакивают в начале раунда. И вообще он достаточно сильно нагружен. Ну что ж, я считаю, что CS Source затащил. Играть в неё можно абсолютно легко. Игр сегодня мало, поэтому давайте сразу переходить к следующей игрушке. Следующая игра на тесте это старый крутец витки Oblivion. Здесь у нас средние настройки графики при HD разрешении. Я выключил внутренние и внешние тени. И я могу сказать, что в принципе можно сказать, что играбельно. Но местами бывают просадки до 20, до 18. Это когда идёт какая-то серьёзная анимация. Здесь эта игра в основном расходует один поток, одно ядро. Она как бы под двухъядерной оптимизирована. Но не сказать, что прям вот идеально. И эта игра как и CS Source. То же самое, как и все старые игры. Она любит производительность на одно ядро. Поэтому здесь мы видим фризы, какие-то подтормаживания. И неровные, ну в общем, мегаполисы в графике фреймтайма. Там целые города, как Нью-Йорк. Выглядит, присмотритесь, графику фреймтайма. Реально большой мегаполис. Видеокарточка нагружена от 50 до 88%. Ну что, в принципе, логично. Это видеокарта того времени и игра того времени. Даже на средних настройках эту карту эта игра может нагрузить. Ну что сказать. В принципе, играбельно. Если настройки понизить ещё чуть ниже до низких, то всё будет лучше. Если отключить абсолютно все отражения и тени, процессору станет полегче обрабатывать всё это для видеокарты. В общем, вот такие дела. В принципе, играть можно, ребят. Вот такие вот. А вот так вот пошёл обливин на этом компьютере. Следующая и последняя игра на нашем сегодняшнем тесте. Это Need for Speed Underground 2. Это уже классика нашего тестирования. Здесь я смог позволить себе HD-разрешение и максимальную детализацию. Что я не позволяю себе обычно ни на одной из бомж-сборок. И я вам скажу, что, в принципе, FPS колеблется от 40 до даже 80 местами 90. Очень даже неплохо для гонок такого плана. Просто великолепный результат. Да, конечно, есть небольшие лесенки. Есть такие вот зазубринки в графике фреймтайма. То есть, всё равно кадр немножечко рваный. Но, блин, ребят, для такого компа, я вам скажу, что вполне себе ничего. Уж ещё придираться к такому. Мы же с вами не на Ryzen, они там в новом собрали сборочку за 60 тысяч рублей. А это всё равно сборка за 2000 рублей, как чисто мультимедийная приставка к телевизору. В общем, Underground 2 пошёл очень даже неплохо, ребят. И давайте закругляться с тестированием игр. После тестирования игры можем глянуть свойства системы. Вот он наш Core 2 Duo. 6300, 1.8 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти. И 768 МБ видеопамяти. Что ж, друзья, давайте всё-таки тестировать этот компьютер в том, для чего он, собственно, собирался. И для этого давайте подключим этот ПК к телевизору, к моему 42-дюймовому, старому, доисторическому телевизору плазменному. И попробуем посмотреть видео на YouTube. Разрешение моего телевизора 720. В общем, компьютер подключен, собственно, к телевизору. Давайте открывать YouTube. Откроем мой канал Madimurk. И попробуем включить видос в качестве 720. Как вы видите, видео открыто. Просто отлично. Никаких лагов, фризов нет. Мы можем спокойненько сидеть себе и смотреть на этой нашей дешёвой мультимедийной приставке. Всякие видео, те же сериалы. Обычно сериалы выкладывают на всяких сторонних сайтах, там, в 480p. Этот компьютер сможет тянуть вообще без всяких проблем. 1080, конечно, ему трудновато, но всё же он может. Таких явных прям серьёзнейших фризов нет. То есть даже при желании 1080p на этой машинке посмотреть можно будет. Вот такой вот неплохой мультимедийный ящик получился, ребята. К телеку подключили, всё отлично. Я думаю, человек, заказчик будет доволен этим компьютером. Что ж, ребят, давайте подводить итоги сегодняшней сборки. Ну что, друзья, сказать, что эта сборка выдалась лёгкой, это не сказать ровным счётом ничего. С того момента, как я ставил материнскую плату, блок питания обслуживал, прошло уже около 8, наверное, часов. Больше 8 часов. Из-за чего такие проволочки со временем получились. Ну, во-первых, эта материнская плата была прошита самым ранним биосом. Биос от начала 2006 года, который не распознавал двухъядерные процессоры, в принципе. То бишь, процессоры могли работать только одноядерные до Pentium AD 965, ну или какого-то такого. В общем, только ранние Pentium AD она распознавалась. Core 2.2 она не работала. Вернее, она запускалась на нём. Но биос, всё остальное зависало, то есть с процессором она дальше вот этой вот, дальше постэкрана не доходила загрузка. Что же мне пришлось сделать? Благо, мне подписчик как-то вот прислал, дарил Floppy USB дисковод. Спасибо тебе большое, дружище. Здесь какая дилемма получилась. Чтобы прошить биос, надо с чего-то загрузиться. Можно загрузиться с флешки, с DOS, но эта хрень на старом биосе не умела загрузку с флешки. То есть она не грузилась с флешки, не было такого параметра, как флешка для этого компьютера. И я не мог загрузиться DOS с флешки, чтобы открыть прошивальщик Edward BIOS и прошить его. В общем, я записал дискету через компьютер свой стационарный, через USB Floppy. Далее я подключил сюда в Floppy дисковод к этому компьютеру. И, наверное, второй дисковод из тех, что стояло в том корпусе, заработал. И я смог загрузиться в DOS. Уже в DOS я скачал DOS с поддержкой USB. Я смог загрузиться, вернее, перейти на USB устройство и установить прошивку, то есть прошивальщиком. После прошивки, опять же, танцы с губнами. Два-три раза сбрасывал. Никак он не хотел все равно заводиться новым камнем. Просто черный экран был в итоге. В общем, и с четвертого раза наконец-таки определился Core 2 Duo. Два ядра. Вся частота определяется правильно. Оперативная память работает правильно. Я подумал, неужели. Встахнул с облегчением. И этот компьютер, в принципе, заработал. Очень большой геморрой с ним был. Также планки памяти с радиаторами мне пришлось снять. Это оказались две планки по 512 мегабайт, а не две по гигабайту. Но уж с гигабайтом этот компьютер продавать стыдно. Потому что 1 гигабайт оперативной памяти в 2018 году. Это уж совсем грустно. В смартфонах сейчас по 4. Поэтому я поставил другие две планки памяти по 1 гигабайту. 667 я сюда поставил. Видеокарточка осталась без изменений. В принципе, все без изменений. Повесил я сюда вот резистор, чтобы меньше тока было. Здесь BIOS не умеет управлять оборотами вентилятора. Он постоянно молотил 3800 оборотов. Просто жесть, как пылесос. Сейчас он где-то 1800 держится. И при этом процессор совершенно не греется. Нагрузки в полной 52 градуса, 51. В общем, вот такой вот вышел компьютер для смарт-телевидения. Для лазанья в интернете. Для просмотра сериалов и фильмов. Я думаю, что вряд ли там плазменный телевизор. Этот ЖК-телевизор будет больше, чем 720p. Вот в 720p он в интернете тянет все что угодно. Абсолютно. 1080p уже с небольшими затупками. Так что человек будет доволен. Напомню, цена этой сборки для одного из моих знакомых, который я заказал, составляет 2000 рублей. Из этого 500 рублей ушло на часть материала. Жесткий диск я сюда поставил Western Digital на 80 гигов. У него все хорошо, со здоровьем, все отлично. Ну, видеокарточка 9600GS. Мы уже ее рассматривали. Блок питания обслуженный. Все перепаяно. Конденсаторы перепаяно. И видимых проблем этот компьютер никаких не имеет. Я погоняю его еще денек тестами. Попользуюсь им вот здесь на кухне. Посмотрим, как он себя покажет. И, собственно, отправится новому владельцу. Вот такая сегодня была перекуп игра. Перекуп сборочка. Ну, не совсем. Не назовешь ее полностью сборкой. За копейки с перекуп, потому что все же мне пришлось доставлять сюда свои комплектующие. А именно, вот, видеокарту, жесткий диск, корпус брать свой. Ну, а так, в целом, неплохой компьютер, кудахтер. Видите, даже в три игры поиграть хоть как-то с натяжечкой можно. В общем, ребята, все. На сегодня это все. Это конец выпуска. Всем спасибо, что посмотрели этот видос. Поставьте обязательно лайк. Не забудьте ставьте лайк. Подписывайтесь также на канал. И не забывайте про группу ВК. У нас есть группа ВК. Уже там более 18 тысяч человек. Большая группа, обширная. Там самые разные вопросы. В общем, интересные обсуждения. Консультации. Все остальное. Вы также можете мне там написать сами сообщения, в общем, в личку группы. И мы с вами пообщаемся. Это что такое здесь, код? С вами будет прощаться мой кошкатун. Он как чувствует, что снимает. Не хочет прощаться кошкатун. Ты мне сейчас статическим электричеством компьютер сломаешь. Смотри туда. Туда смотри. Вот сюда. Вот такая у меня была сборка. Вот такая с кошкатун. Он мне постоянно мешал эту сборку делать. Поэтому попе его. Ладно. Вот такая была сборочка. Подписывайтесь на канал. Группа ВК. Не забывайте заходить на лайк. Еще на мой инстаграм подписаться. Все. Всем спасибо. Вот такой вот днищиком. Еще один собрали. Все, ребята. Всем пока. До встречи в новых видосах. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok